то есть это от души смотрите какой мандарин не здравствуйте как вы можно с вами познакомиться я пишу а другое дело пишет а как ты дорогая и благодаря этой фразе я поняла из какого именно ресторана этот придурок время без 7 минут 12 ты звонишь незнакомому тебе человеку всем привет мои хорошие с вами кэмри и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео сегодня у нас с вами будет вот такой вот чаепитие здесь у меня мандарины и круассаны и вот такой вот публик который я согрела микроволновки очень классно выглядит не правда ли какой он вкусно публик выглядит очень очень аппетитно прям тает во рту но сегодня если честно я не могу сказать что у меня прям суперское настроение я бы хотела с вами обсудить такую щепетильную тему каждый раз я сталкиваюсь у нас в азербайджане с некомпетентностью таксистов ты берешь такси потом и таксист начинает тебе названивать писать мы ехали шели в такси потом этот таксист писал мне что ты бы не могла дать номер вот этой своей подруге которая сидела рядом то есть шели в принципе я могла бы обратиться в эту службу такси пожаловаться на них но никогда этого не делала а зря вчера ночью что происходит есть один ресторан и не буду говорить название потому что черный пиар это тоже пиар каждый раз я у них что-то заказывают для своих видео это даже был жульен который я снимала то есть это я покупаю за собственные деньги этот ресторан находится недалеко от моего дома поэтому неудобно не быстренько делаю доставку и так далее где-то пару недель назад я хотела снять видео шашлык то есть я хотела и люля кебаб чтобы там был и такие в общем разновидности всего вида шашлыка чтобы у меня были видео я хотела у них заказать потому что в брошюрке это все было я вам кстати даже во влоге об этом рассказываю поэтому не буду на этом останавливаться но мы поговорили выяснилось что нужно до этого заказать потом они привезут и так далее в общем там очень много тонкостей веска окей вчера ночью этот доставчик сначала мне пишет привет как ты во первых на ты я ничего не отвечаю потом мне начинают звонить я нажимаю отбой он звонит опять время без 7 минут 12 ты звонишь незнакомому тебе человеку а вдруг у меня муж очень и в него я вообще вам так скажу мне очень много зрителей из россии может быть они даже не поймут эту ситуацию но на кавказе немножко по-другому то есть а вдруг у меня рядом муж например я замужем да чтобы мне подумает муж и вдруг он какой-то ревнивый придет сейчас устроить там драку если один раз тебе нажали отбой то пожалуйста впредь не звони я уже подумал что в этот ресторан звонить уже нету смысла потому что на дворе уже ночь но на следующий день я решил что я это так не оставлю потом я написал что все по какому поводу вы меня вообще беспокоите и он пишет по поводу шашлыка и благодаря этой фразе я поняла из какого именно ресторана этот придурок то есть были незнакомому человеку сразу звоните не люблю когда мне сразу звонят например бывшие одногруппники не знаю одноклассники мне напрягает куда они сразу берут и и звонят напиши мне в ватсапе мало ли кто рядом со мной утром как только я проснулась я позвонила по этому номеру кстати очень вкусно просто немножко злая и кинула им скрины и звонков и того что мне пишет этот доставщик не говорю что это за непрофессионализм что это вообще такое и я на самом деле немножко даже жалею что когда не таксист начал писать и знаете с таким этим пишут одно дело пишет что здравствуйте можно с вами познакомиться а другое дело пишет ха как ты дорогая не появляешься не появляешься что у тебя нового смысле не появляешься мы даже не знакомы таксист не так написал я не знаю может у меня с кем-то спутал он мне пишет как ты дорогая тебя не видно в смысле не видно где должно быть меня видно я пишу а это вообще кто извините а ну тот таксист который тебя подвозил на двадцать восьмой я такая в шоке я говорю почему во первых мы на вы нахты то есть то есть я раньше это как-то не пресекала но сейчас у меня это конкретно бесит и поверьте мне это не в зависимости от того девушка симпатична или не симпатична они пишут всем они беспокоят всех и может быть даже у них дома там и жена и дети которым они говорят что не сиди в инстаграме не одевай брюки не одевай короткую юбку а то вдруг кто-то к тебе пристанет они наверное судят по себе в общем очень разозлила меня эта ситуация чтобы человек в 12 часов доставщик пиццы ой пиццы говорю доставщик еды в общем не по делу просто начинал тебе трезвонить и не думает даже что вдруг она позвонит в этот ресторан и пожалуются на меня а вдруг у нее какой-то муж ревнивый и так далее может быть даже дело не в ревности мужа вдруг у нее дома начнутся какие-то проблемы потому что я пишу не здравствуйте как вы можно с вами познакомиться я пишу чё тебя не видно то вот так вот короче извиняюсь конечно может быть я немножко кто грубо но блин бесит меня такие вещи мандарины обалденные круассаны это вообще это просто божественно давайте немножко отвлечемся я поотвечаю на ваши вопросы то чем больше думаю об этой теме тем больше я начинаю злиться кем ты работаешь я уже миллион раз говорил что я работаю в строительной компании в очень крупной еще обещал вам видео видео тоже будет обязательно интересный вопрос какой язык по звучанию тебе нравится больше всего я уважительно отношусь ко всем языкам но больше всего по звучанию мне нравится английский язык хотя удобнее всего мне конечно же русские хотя мой родной язык это лесгинский но еще я в совершенстве владею азербайджанским языком потому что я живу здесь но звучание мне очень нравится английского языка хотя кто-то говорит итальянский язык как-то романтично звучит например да мне очень нравится английский английский хоть он родной он очень простой как-то так угорала громко на уроках или в общественном месте потом стыдно было вообще я вам так скажу я не могу контролировать то как я смеюсь мне кажется немножко такой минус потому что недавно я была у фати мы с ней сидели на кухне и ее мама фатина мама она занималась с учениками в другой комнате и вдруг как мини обнажать вот я не могу себя остановить я не могу это регулировать я как-то громко это всегда получается потом я вспоминаю что в той комнате фатина мама занимается я как-то думаю как это неуважительно да это получается а потом хотя опять как-то шутит и опять как-то я громко смеюсь я опять забываю в общем не вечно бывает стыдно за то что я очень громко смеюсь это бывает непроизвольно честно это то есть это от души смотрите какой мандарин последний мандарин остался ладно потом напоследок оставим куассанчики почему удалила видео с медом действительно у меня было такое видео во первых мне не нравилось то что я там говорила во вторых там были некоторые моменты именно с ютубом непосредственно связаны то есть по техническим моментам и она не удалено оно просто скрыто от просмотра то есть я его вижу вы его не видите хочу один совет если парень говорит что тебя любит но не хочет чтобы никто не знал о нас что делать на мой взгляд здесь нет ничего плохого если парень говорит что давай не будем пока что афишировать то есть это нормально я тоже например если у меня появится парень с первого дня я не посажу его вот прям рядом и не буду показывать вам во первых нужно как-то отношением проверить даже дело не в менталитете я например смотрю одного блогера анна кузочка или что-то такое все она мне очень нравится как душевная девчонка и у нее был первый парень она его показала там сняла миллион видео с ним потом появился второй потом она опять с ним сняла видео и все такое опять рассталась и уже как бы в комментариях я к ней отлично отношусь мне она очень нравится но просто все уже в комментариях ржут над ней что блин сколько можно показывать нам парней потом у тебя с ними ничего не получается когда она видео говорит например мои отношения уже все ржут что какие по счету отношения по идее что здесь такого человека были двое отношений серьезных и что то есть одной стороны аудиторию тоже можно понять это как-то глупо выглядеть со стороны поэтому сразу не стоит афишировать на мой взгляд опять же если например проходит уже год и вы вместе все равно никто не знает вы прячетесь от всех то это уже надо задуматься но есть на начальных этапах парень не хочет афишировать то это нормально я считаю парни тоже в нынешнее время дорожат своей репутации кстати особенно это проявлялось у нас в университете у нас был один парень который встречался с одной дурочкой и потом он говорил я с ней никогда не встречался и так далее так что не только мы девочки такие вкусно очень вкусно а еще кстати я знаю одну пару которая начала встречаться вот например сегодня и завтра оба выложили фотографии в инстаграм вместе в обнимку что вот у нас любовь и все начали ржать что блин какая любовь за один день а вдруг вы расстанетесь и так далее короче все мы угорали над ними а сейчас они женаты у них все замечательно прошло с тех пор уже 7 лет 7 лет и они до сих пор вместе все круто это мне кажется исходит из того насколько ты уверен в своем партнере до какого возраста верила в деда мороза всем моим одноклассникам одногруппникам хотела сказать всем брали что есть дедушка мороз загадывай желанием пиши письмо и все исполнится и все исполнялось на самом деле мне родители говорили горькую правду это все хрень дедушки мороза нету то что у вас школе елка это мы родители скидываемся и оплачиваем от этого дедушку я не знаю почему родители так делали потому что мне так хотелось верить в сказку что в школе на этой елке приходит настоящий дедушка мороз мне мама говорила нет это же ваш физрук ну что не видно что ли что настолько тупая да и как бы в это волшебство я не верила и мне даже казалось глупо когда мы вокруг елки вот так вот становились раз два три елочка горит и такая учительница по музыке засовывает огни елочки в розетку и тут она включается все такие ура зажглась елочка большинство моих одноклассников одноклассниц в это верили я не верила потому что родители говорили что это полнейшая хрень еще плюс мой брат который был старше меня на два года он убивал все мои надежды но я в глубине души верила что все таки дедушка есть даже однажды я написала ему письмо где адрес написала великий устюг то есть отправила дедушке я ничего не хотела взамен я написала дедушке что я не хочу никаких подарков ничего просто мне достаточно знать что ты на самом деле есть ответь мне пожалуйста но он мне не ответил интересный вопрос из ряда фантастики если бы Джонни сделал тебе предложение ты бы согласилась как бы это высокомерно не звучало я бы не согласилась потому что я считаю его звездой я его фанатка но я бы не хотела же быть его женой на самом деле мой идеал мужчин это не певец не актер не блогер я не хочу человека с творческой профессии я бы хотела мужа который имеет хорошую государственную работу или может быть работает в органах или не знаю имеет какой-то крупный бизнес мечты смотрите вот я бы не хотел творческого человека ни в коем случае потому что знаете вот это вот все вот блоггинг и так далее почему я не бросаю свою работу из-за блоггинга и не развиваю его например намного больше да потому что я считаю что все временно скажи что ты на резгинском за звук канзва где было легче в универе или в школе смотря в каком плане легче что имеется в виду я же не знаю учиться мне кажется в универе проще учиться но поступить в универ сложно хотя наверное опять же в какой универ в меди очень трудно учиться например я училась в экономическом виде поэтому мне было не столь тяжело а даже интересно знаете мы проходили в универе такие вещи как почему происходит кризис вот почему вот что такое кризис вообще откуда берутся деньги почему происходит девальвация например да это сплошь и рядом это очень интересно какой то очень странный бублик кстати но очень вкусное необычное какое то тесто какое то желейное оно как будто как твои дела надеюсь ты не болеешь сейчас очень холодно да на самом деле очень холодно а дома вообще отопление пока что не работает вот я доедаю твоя любимая еда из азербайджанской кухни мне очень нравится долма долма три сестры и чипачи называется да это реально божественно это очень очень вкусно и последний господи и последнее печенье делаем вот так вот инструкция как правильно кушать печенье уберем на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм если вы хотите что в следующем видео ваш вопрос прозвучал я вас всех очень люблю всем пока